ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Комитет Госдумы по охране здоровья разрабатывает законопроект, предусматривающий новые меры воздействия на водителей, которые садятся за руль нетрезвыми. Речь идет о том, чтобы пойманного пьяным автомобилиста направлять на принудительное лечение. Данное решение будет принимать суд. Только после этой процедуры нарушитель получит право обратно. Напомню, что сейчас, по истечении срока лишения водительского удостоверения за нетрезвое вождение, нужно сдавать экзамен на знание ПДД. ТРАССА СТО ОДИН В Совете Федерации поддержали идею Минфина о полном отказе от бумажных полисов ОСАГО. Перевод документа в электронный вид, отметил один из сенаторов, позволит полностью решить проблему недоступности автогражданки из-за позиции страховщика. К тому же, по его словам, мошенники останутся не у дел. ТРАССА СТО ОДИН Московским водителям моложе 25 лет могут запретить управлять автомобилями с двигателем мощностью более 150 лошадиных сил. С таким предложением в столичную думу обратилась одна из правозащитных организаций. Активисты ссылаются на недавние аварии с участием молодых людей, которые управляли многосильными авто. Сегодня он сдал экзамен на семерке, а завтра сел на Гиллендваген с 500-сильным мотором, что недопустимо, заявил один из правозащитников. ТРАССА СТО ОДИН Правительство страны определилось с суммой, которую оно направит на строительство и ремонт дорог в этом году. 30 миллиардов рублей. На эти деньги планируется привести в нормативное состояние 5000 километров автотрасс, ликвидировать тысячу с лишним очагов аварийности. Кстати, в России около миллиона километров дорог с твердым покрытием. Как отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, выделяемые средства должны дойти до муниципалитетов как можно быстрее. Водитель транспортного средства – самая распространенная профессия в нашей стране. По данным Высшей школы экономики, каждый 14-й россиянин зарабатывает на жизнь, сидя за баранкой. Специалисты объясняют это тем, что государство наше огромное, протяженность дорог внушительная, система грузовых и пассажирских перевозок развита хорошо. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН